Вы по-прежнему возглавляете Общественный совет при Министерстве обороны? Да, я возглавляю Общественный совет при Министерстве обороны. Как вы реагируете на все эти скандалы, когда у генералов находят целые квартиры с наличными деньгами, потому что, чтобы хранить... Ну, слава богу, в Минобороне таких квартир еще не находили. Это находили в других ведомствах, к которым я имею очень косвенные отношения. Но есть проблемы и там, и такие случаи, кстати говоря, это были те остатки от прошлого руководства Министерства обороны. Ведь все разоблачения по Минобороне, они прошли через год-два после того, как там появился Сергей Кужегетович. Это его заслуга, что он, по сути дела, перетряхнул и многие кадры, и особенно кадры, которые занимались и строительством, и материальным обеспечением, и финансовыми делами. Вот именно там он навел порядок. И именно вот в первые два года были там ряд случаев, которые возбуждались дела против определенных хозяйственников-военно-начальников. Сейчас таких случаев практически нету, и они исчезли в прошлое. Да, в армии случается, как и в нашей жизни, и дорожно-транспортные происшествия, и самолеты иногда разбиваются на учебных полетах. Все происходит. Но сегодняшняя армия – это абсолютно другой организм. Вы представить нельзя, что за последние 8 лет армия изменилась, просто абсолютно изменилась. Понимаете, что сегодня 90%, почти 90% населения, это опросы самые разные, но все дают одну и ту же цифру, поддерживают то, что делается в армии. Сегодня для того, чтобы стать офицером, закончить высшее учебное заведение, конкурсы до 20 человек на место. Такого вообще никогда не было. Сегодня, когда опрашивают молодых ребят, сегодня цифры потрясающие. Там больше 50% ребят говорят, что я думаю о том, чтобы стать и пойти служить в армию, чтобы стать офицером, и чтобы там отдать свою жизнь этому направлению. Посмотрите, что у нас сегодня делается в Суворовске. В Суворовское училище попасть невозможно, там конкурсы. Сегодня у нас только объявили конкурс-набор на девушек-летчиц в Краснодарском высшем летном училище. 16 человек на место девушки были. В драку были. А девушки не хотели уходить, те, которые не прошли конкурс, мы хотим повторить. И так далее. То есть сейчас абсолютно другая ситуация. Вы сегодня заходите в армейское помещение, вы можете от удивления рот открываете. Стиральные машины стоят, специальные залы. У них бани, у них душевые на каждого. У них по 2-3 человека всего живут. Никаких казарм нет уже там в редчайших местах. И так далее. Я понял. У них по-другому. У них по-другому. У них по-другому. У них по-другому. У них по-другому.